Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Депутаты подготовили изменения в федеральный закон о торговле. Поправки ограничивают расходы на рекламу и маркетинг продуктов питания в торговых сетях в пределах 5%. По мнению депутатов, производители отдают на эти цели до 40%. Из-за этого растет себестоимость товара и конечная цена для потребителей. Парламентарии приводят в пример хлебопекарни, которые в прошлом году заплатили торговым сетям за свое продвижение более 1 миллиарда рублей. Подобные издержки производителей в итоге ложатся на плечи обычных покупателей, которые приобретают товар с рекламной наценкой. Интересно, а как потом проконтролировать исключение рекламной наценки из розничной цены? В Госдуму внесен законопроект, запрещающий указывать цены товаров в иностранной валюте и условных единицах. В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующий гражданский кодекс допускает указание цен в иностранной валюте и условных единицах с условием оплаты товара в рублях. Автор законопроекта предложил установить прямой запрет на указание цен в иных единицах, кроме рублей. В свете происходящего вполне разумно. Великобритания подняла стоимость виз и ввела медицинский сбор для туристов. Оформление туристической визы на срок до 6 месяцев теперь обойдется до 85 фунтов стерлингов, а стоимость двухлетней туристической визы поднимется на 24 фунта до 324 фунтов. Обладателям долгосрочных рабочих и семейных виз на срок более 6 месяцев теперь нужно будет платить обязательный медицинский сбор за пользование услугой национальной системы здравоохранения. Для студентов размер сбора составит 150 фунтов стерлингов в год, а для всех остальных – 200 фунтов. Как-то в Британии не подумали о собственной привлекательности. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС подрос, индекс ММВБ в минусе на отметке 1688 пунктов. Сильнее других снижаются акции КамАЗа, ОГК-2, Дикси, ТГК-1, Татнефти и Русгидро. Среди лидеров роста – РДР Русала, акции Мичелло, Распадской и Татнефти. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день в небольшом минусе. На азиатских площадках преобладает положительная динамика. Нефтяные котировки продолжают оставаться в диапазоне 50-60 за баррель Brent. Курс доллара на 8 апреля – 55 рублей 33 копейки, курс евро – 60 рублей 41 копейка. Золото стоит 2149 рублей за грамм. Серебро стоит 29 рублей 99 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 59 долларов 29 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.